В основном вот этот вопрос меня побудил так быстренько побриться, потому что без бритья вообще там лицо такое, и заняться ответами. Значит, делал дыхание, очищающее по любому форму жизни 5-6 минут. Не понравилось. Потом была боль внутри груди несколько дней. Серьезно, на ринген ходил. Делал снимки, потом прошло. Снилось, как кто-то со спины обнял, передо мной показывает какой-то блокнот. Я как бы... А, блокнот как бы принуждает читать. Когда я читал, были подавлены мысли, связанные с душевными муками, которыми я обычно подвержен наяву. Потом этот призрак пальцем надавил снизу мне в подмышки. От боли я проснулся. Боль была сильно реальная. Сон приснулся после прослушанной психоактивной аудиопрограммы доктора Джеффри Томпсона. Так, ну, давайте вот это вот разберем. Значит, дыхание, очищающую полевую форму жизни, оно такое. Его вы выполняете в течение... Ну, для этого надо натренироваться. В течение, допустим, сначала одной минуты, двух. Вот, потом, значит, что происходит? Происходит накачивание нашего пранического тела. То есть, то тело, тонкое, которое отвечает за жизненный потенциал и за дыхание. То есть, оно становится таким плотным. И, вот тут самое интересное, и то, что у вас было в этом теле рыхлое, постороннее. Что такое рыхлое, что такое постороннее? Это, прежде всего, ваши собственные эмоции, которые вы пережили. То есть, вы, грубо говоря, пережили обиду. Ваша же, собственно, энергетика жизненная, вот этой информацией обиды скрутилась и осталась в полости ваших тонких тел. И вот, когда вы начинаете дышать, то не проходит энергетика плотно через вот эту свернутую штуку. И она определяется, как комок, как комок, болевой комок. Боль внутри груди, она может быть как боль внутри груди, как боль внутри груди, ну, в любой части тела, в основном в области туловища. В районе рук, ног и лица это проявляется в виде спазмов. Таких вот, вас будут крутить. Потому что вот это все, как бы сказать, оно уже здесь было, как бы сказать, слегка спазмировано, эта энергетика стояла. Когда вы начали дышать, она еще более усилилась и проявилась так. Но когда вы еще больше дышите дальше, то есть дышите 10 минут, 20 минут, 30 минут, 40 минут, час, иногда даже 2 дышите, вот. Она настолько увеличивается, что, на мой взгляд, вот эта вот энергия, полученная от эмоционального потрясения, она как бы в более сильной энергетике начинается расплавляться и выходить, или вытесняться. И в это время вы испытываете то эмоциональное состояние, при котором это было получено. Либо, значит, вот происходит разряд, либо потом, значит, снится. Это все может быть не просто одновременно, а, как бы сказать, вот вам показали в виде разряда, в виде, значит, в уме эмоций, потом еще что-то приснилось. Плюс, ну да, вот такая серьезная, может быть, эта вот вещь. Такая же, вроде как, аж спазм такой серьезный. Но на самом деле это не спазм, а вот именно, это такая вот энергетическая ерунда, которая вот проявляется, вот, как будто колду вбили в орудь, да? Так, что вот человек даже идет на ренинг, чтобы узнать, а что там такое. Потом прошло, потом она, естественно, рассеется, но, как бы сказать, она остается. Просто, как бы это лучше сказать, ну, как бы это лучше сказать. То есть энергия рассеялась, но часть ее все равно остается. И при любом там, при эмоциональном потрясении она туда же пойдет. Вот, при, допустим, опять следующем дыхании, это тоже повторится. Поэтому надо было дышать. Начинать, естественно, будет больно. Надо пройти целый цикл. Я, как только узнал, как это дыхание работает, и почувствовал, я буквально два месяца дышал утром, в обед, вечером, а то вообще, в любое время, которое было свободно. И вот я добился того, что у меня перестали, где было ли быть вот эти вот колья. Сейчас можно опять, конечно, подышать, потому что они там, ну, вот, часть ушла, значит, а какие-то новые могут проявиться, какие-то старые могут проявиться. Ну, по крайней мере, я вот это вот не чувствую. И, естественно, такое дыхание очень хорошо заряжает энергетически. Дальше. Снилось, как кто-то со спины, о, у меня передо мной показывается какой-то блокнот, как бы, принуждаю читать. Вот тут интересно. Если у человека имеется полевой паразит, бес, либо там какая-то сущность, лярва, там, еще что-то, еще что-то, еще что-то, во время этого дыхания, когда уплотняется это тело и начинается ее вытеснение, вот тут-то она и начинает проявляться, орать и так далее. То есть, грубо говоря, человек перестает сам себя контролировать и такое отчебучивает, что если наблюдать за ним со стороны, посторонним, они сразу поймут, что это какой-то вот одержимый, бесами и так далее и так далее. То есть, человек становится невменяемым, а потом перестанет дышать, прошло. То есть, тут уже другие должны быть подходы. Ну ладно, я сейчас ограничусь только вот этим. То есть, и как правило, когда происходят какие-то изменения вот в полевой форме жизни, а тут, я думаю, несколько иное произошло. То есть, боль в груди. Потом, значит, информация, откуда эта боль. То есть, Ильдару показывают. Со спины обнял, при нём показывает какой-то блокнот. То есть, обычно все это записывается. Там существует специальная такая команда липиков, которая записывает наши, как бы сказать, прегрешения и так далее. Вот. И принуждают читать. Когда я читал, были подавленные мысли, связанные с душевными муками, которые обычно подвержены им. То есть, вот эти, вот, подавленные. То есть, у человека какое-то бунгоре. Он не хочет его показывать. Или что-то его, короче говоря, мучает. Какая-то мысль и так далее. Он не хочет его показывать на людях. А оно, знаете, его гложет. И он его подавляет тем самым, не давая выйти вот этим, вот этим вот душевным мукам. Надо вывести их из своей вот этой полевой формы жизни. Из ауры, будем говорить, которая вот как раз она у нас. Потому что это наша только твёрдая оболочка. А у нас же есть ещё и тонкие оболочки, которые, будем говорить, окружают нас. Так вот, вот эти вот энергетика, вот этих вот душевных мук, она там. И человек не хочет её показывать там плачем, рассказывать о ней или ещё что-то такое. Он её подавляет как мысленно. И она раз, свернулась. Она свернулась. Допустим, в районе где-то там груди, как уже напишет. Это, как правило, может быть несчастная любовь. Какие-то мысли, связанные с утратой. И он постоянно в них ковыряется. Хотя иногда это всё пережил, отпустил и всё. То есть, ничего внутри держать не надо. Вот, которым подвержены его. То есть, ему показали, что надо это отпустить. То есть, дыхание в виде боли обнаружило. Далее, подключились уже оттуда, Эльдар, так что за тобой наблюдает, тебя опекает. Ты должен сказать спасибо. Значит, тебе ещё показали, вот в этой блокноте, что вот эти душевные муки, что ты от них должен избавиться. Потом этот призрак пальцами надавил снизу мне подмышки. От боли я проснулся. Кстати, подмышки, подмышки, они именно связаны. То есть, наши вот эти вот подмышки, это не просто там подмышки. А это особые, говорят, какие-то энергетические центры тут находятся. Тут вообще много очень чего расположено такого. Вот. Чтобы, возможно, вытеснить или открыть, как бы сказать, каналы, через которые вот эта энергетика может выйти. То есть, отсюда, видите, отсюда сбрасывается не только под из подмышек и связан с этими самыми почками, но здесь связаны и другие вещи. То есть, как бы сказать, ворота. Мы привыкли к ворота уши, глаза и так далее, а у нас ворота ещё вот они есть. Это очень интересная вещь. И потом проснулся. Да, боль бывает такая вот. А я об этом знаю не понаслышке, кое-что я сам испытал. Вот, было сильно реально, да. Сор приснился после прослушивания психоактивной аудиопрограммы Джеффри Томпсона. Ну, некоторые программы, я, правда, не знаком, что там этот Джеффри Томпсон написал. Они умудряются, думаю, задействовать те уровни, в которых находятся вот наши вот эти вот мысли, подавленные мыслями, связанными с душевными муками. То есть, что вас мучает. То есть, человек не целен из-за того, что проблема находится ни в физиологии, ни там в психологии. Она находится совсем другом, душевном, вот это вот в плане. И требует своего разрешения. Поэтому эту проблему надо разрешить побыстрее и от нее избавиться. Если от нее не избавиться, она потихонечку переходит на уровень физиологии. Вот поэтому, Эльдар, я так много посвятил времени разбору вашего случая. Он для меня не нов, но с ним можно работать успешно.